Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Арза, и сегодня я хотел бы говорить вот о чем. Мод равновесия, который вышел совершенно на днях, неожиданно, очень сильно вылетает. То есть, прям вот можно сказать, при каждой загрузке сейва, очень-очень часто вылетает. Но, чтобы этого не случалось, точнее, чтобы это случалось как можно реже, нужно руководствоваться простыми правилами. Давайте к ним перейдем. Ну, во-первых, Stalker Shock, вот эта вот папка, которая дается нам в архиве с игрой, в ней есть файлы с расширением XRDEMO. Они должны находиться именно в папке с игрой. То есть, вы должны их закинуть туда же, куда вы закинете. FsGame, GameData, Bin. И именно вот эти вот файлы, они не должны отсюда удаляться. Вот эти 5 файлов, 1 кордон, 2 асфалка, 3 восточная Припять, 4 МЖ что-то и 5 станций. Они должны быть всегда здесь. Это, во-первых. Еще распространенная ошибка. Вы подумаете, что нужно закинуть эту папку в то место, куда сохраняются все сейвы. Но нет, тут этой папки, как ни странно, нет. Точнее, она появится, но после начала игры. Вот так вот. Также, я вам советую скачать последний торрент. Это самое главное. То есть, вот сюда можете прийти, здесь скачать. Или, например, вот сюда. Вот здесь вот это, я скину вам ссылочку. Это официальный форум именно этого мода. Вы сюда перейдете. Stalker Mod, вот, к примеру, равновесие. И тут у нас все о нем есть. Ссылки на скачание и так далее. Краткое описание, рекомендации, благодарности. Вот, ссылки на скачание. Яндекс.Диск, к примеру. А также еще есть ссылка на торрент. Вот, это не здесь. Ну, ссылку на торрент я вам скину, но это будет под обзором. Так что, смотрите, обзоры, там будет ссылка на этот мод. Но самое главное, тут у нас, вот, это тема возможные проблемы и вылеты. Это самая главная тема. Тут у нас описаны самые главные проблемы и вылеты. Но, насколько я понял, проблема с грузовиком, которая у меня была, она на самом деле не критична. Она лечится тупым перезапусканием сейвом по нескольку раз. Вот. Вы можете почитать вот так же вот это вот. Вот тут, например, последняя проблема такая. Это проблема, если вы играете на статике. Вообще, я не советую вам в этот мод играть на статике, да и сам автор этого не советует. Он советует играть на полностью максимальных настройках. Ну и тут самое главное такое внимание, это именно на динамическом освещении, на полном динамическом освещении нужно играть. Потому что, например, на статике, вот, в связи с этим просьба тем, у кого слабый компьютер и на полной динамике тормозит. Мод не качать, пока не решится проблема со статикой. То есть, пока вы не скачиваете, у кого слабый компьютер. А проблема такая. Проблема связана с текстурами деревьев. Текстура деревьев, я с этим сталкивался, прозрачная. Просто прозрачная. Ну, это, как минимум, некрасиво выглядит. Ну, хотя я с этим особо не... Вот, тут написаны вылеты. Вот, и он отвечает этот флагод, который все сделал. Вот он, кстати, намекает на то, что скачайте последний торрент. Вот. Ну, а в принципе, вроде бы все. И также еще такие советы, то, что лучше играйте, точнее, не играйте, а сохраняйтесь именно через консоль. Ну, консоль это ЙО, это как и в КСКИ. Ну, или через меню игры, то есть, там, сохранить игру и так далее. Вот. Именно так сохраняйтесь, и никак более, потому что быстрый сейв... Ну, из-за этих быстрых сейвов игра будет еще больше вылетать, это вам ничего не придаст. Конечно, иногда, я понимаю, в замесе очень сложно сохраниться. Ну, поменьше умирайте тогда, что же. Вот. Также еще. Тут вот появилась проблема вылет. Он пишет на кордоне, типа, и на новых локациях очень часто вылетает. Но пока он это устранить не может. Вот так вот. Игра часто вылетает. Ну, тут вот можете почитать, следить за этим. Вот. Вообще, за форумом лучше следить, тогда у вас будет... Именно всегда самая последняя версия игры, это, во-первых. Во-вторых, у вас не будет вылетать. Или у вас будет меньше шансов того, что у вас вылетит. Ну, а на этом все, что я хотел вам сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok